Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Манэ Сак». В 2019 году молодая художница из Санкт-Петербурга написала портрет участника Великой Отечественной войны, легендарного командира партизанского отряда на Смоленщине Гужапа Ачирова. И сегодня она у нас в гостях. Зовут ее Елена Граф, а также у нас в гостях дочь Гужапа Анишкевича Мадыгма Ачирова. Семена! Первую очередь, Елена, почему вы решили написать этот портрет? На самом деле все было очень просто. Была выставка в Смоленске, посвященная Великой Отечественной войне, и я выбирала, какой мне сделать сюжет. Но так как я недавно съездила в Бурятию, то есть мы проехали из Санкт-Петербурга в Владивосток, вернулись обратно, я видела зимнюю Бурятию, я видела весеннюю Бурятию, меня это очень вдохновило. И я искала какую-то взаимосвязь, чтобы получилась не просто какая-то работа из Бурятии, а чтобы она еще была связана со Смоленском. И, конечно, тут была зацепка Гужапа Анишкевича Ачирова, я заново о нем прочитала, потому что мы были в школе на экскурсии, нам показывали, но это все в памяти мало сохранилось. То есть что-то я помнила, что висит его портрет, а вот конкретно биографию так хорошо я его, конечно, не знала. Вот я стала читать, и меня удивило, насколько это сильный волевой человек был, и в то же время скромный. И тогда я стала собирать материал, фотографии, биографию, и решила сделать его портрет. Вот это такой, на самом деле, мостик между Смоленском и Бурятией. Долго рисовали? Две недели. Две недели? Да. А Мадыгмага Жапна, вы увидели этот портрет, какое было впечатление у вас? Ну, я была в Крумкане, и мне позвонили, сказали, спросили, ты портрет заказала своего папы? Я говорю, какой портрет, где портрет? Ну, там в интернете посмотри, девочка, молодая художница, нарисовала портрет. Я говорю, ну, сыну, конечно, сразу позвонила, молодежь-то, они быстро там в интернете все шарят, так сказать, если грубо говоря. И, значит, вышли на Лену. Я ей звонила, она мне не отвечала. Но мой сын там представился, объяснил, и мы стали с Леной дружить. Да. Конечно, это для меня был такой огромный подарок. Понимаете, это во весь рост мой папа нарисован. Лена увидела его фотографию, ей очень понравилось папину лицо, папа моего. И с этой стороны она нарисовала бурятские юрты, и с этой стороны Смоленск, собор Смоленска нарисовала. Ну, и он стоит как будто на пригорке, папа мой, кругом цветы, и он смотрит как будто, ну, вдаль домой. Но меня впечатлило то, что совершенно она не знала. Мы с ней не были знакомы, абсолютно. Хотя я пять раз ездила в Смоленск. Первый раз я поехала в 65-м году, это было мне. Я перешла в 5-й класс, мы с мамой поехали на первый партизанский слет. Вот, тогда все были живы, конечно, сослуживцы все были живы, папины, которые служили. Это была очень эмоциональная, конечно, встреча. Это 20 лет после победы, 65-й год. Всего 20 лет прошло. Если люди воевали, им было 30 лет, им было всего по 50 лет этим партизанам. Ну, после этого, конечно, мама ездила, ну, так как семейные обстоятельства, там замуж вышла, дети, все. Вот, и я поехала уже в 2001 году, по-моему, я поехала уже самостоятельно. Одна уже мама не была, и пять раз я была там. Я искала материалы, потому что у нас дома абсолютно ничего не было. Папа мой учился же в разведшколе в Москве, и служил, он всегда, он кадром офицер. Он служил на границе с Китаем, в Монголии с Китаем. Мама всегда говорила, папа говорила, ничего никому не рассказывай, ничего не храни. Потому что 37-й год уже прошел, да, он как раз был в то время в Халкингол, 39-й год. И он маме говорил, ничего не храни, ни писем, ничего. Из-за этого у нас когда спрашивали, ну, многие приезжали, конечно, после выхода книги, приказываю жить, какие-то вещи, какие-то письма, абсолютно ничего не было. Мама все это уничтожала. И вы представляете, в одну свою поездку в музей Прижевальского, мне показали, вот какая-то фотография, она даже не в экспозиции была. Хотя мой папа в экспозиции Смоленского музея, Смоленщина в годы Великой Отечественной, огромный музей такой, просто там, это Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. Потому что Смоленск это щит Москвы, 400 километров до Москвы. Пошли, сорвались к Смоленску, и вот Смоленское сражение вошло в энциклопедию Великой Отечественной войны, защитники Смоленска. И вот когда я приехала в Прижевальство, это называется музей партизанской славы. И мне показывают фотографию, я говорю, это мой папа стоит. Это просто для меня была находка. Вот я пять раз ездила и всегда находила что-то такое, которое мы не знали, представляете? И то, что в Смоленске, в самом Смоленске мы с мамой ни разу не были, мама ни разу не была в этом музее. Она не знала, что там есть фотографии папины. Оказалось, что в городе Духовщина в школьном музее есть папины фотографии. Представляете, школьный музей. И политехнический техникум в самом Смоленске, тоже там есть музей боевой славы. Но она у меня сама смолянка, Лена. Ну, частично. И у нас какая-то с ней связь, вообще удивительная связь. Я вообще удивляюсь, конечно, этой девочке. То, что она рисует всегда бурятский сюжет, меня удивляет. И если я... Мы с ней иногда, бывает, очень долго не общаемся, но такие обстоятельства, там, здоровье, все прочее, прочее. И я про нее подумаю, она мне тут же звонит. Тут же она мне пишет. Мадага Гуржаповна, как бы, какая-то вот такая связь у нас с ней. Мадага Гуржаповна, в память о вашем отце была издана книга, и в этой книге тоже этот портрет... А, да, эта книга вышла в девятнадцатом году, и в этой книге есть фотографии Лены, там стоит возле портрета. И там ее и слова, очень удивительные слова ее. И, представляете, это было перед Новым годом, 29 декабря. Это она из Петербурга прилетела. И ее пригласили в Ярик-то, в самом стуже мороза сорокоградусной. Но, в первую очередь, она захотела в Вивалгинский датсан, Китегилова мы с ней зашли. Да, вот какая-то связь у нее с Бурятией, я не знаю. Помимо Гуржаповна, вы еще кого нарисовали? Я писала портрет Джамбала Тулаева, который преподнесла как раз-таки в подарок. Ну, мне захотелось написать еще портрет. Это вот меня вдохновила его история. То, что получается Паргузинская долина, Тункинская долина, да. Две самые такие красивые долины. И когда я проезжала, собственно, из Владивостока в Санкт-Петербург, я посмотрела на ту дорожку и на эту дорожку. А потом уже, читая биографии, я вдруг удивилась, что оба героя, да, они из вот этих двух долин. И сколько рисовали, писали? А, вот его дольше я писала. Его я писала где-то недели 3-4. Ну, я имею в виду со сбором материала вместе, да, то есть не конкретно время, проведенное за картину, что это с утра до вечера. А как вы пишете с фотографией, да? Да, я использую множество фотографий. Вот, прошу своего супруга сесть в какую-нибудь позу похожую, да, чтобы это как-то примерить. На человеке сама сажусь в эту позу, то есть надеваю на себя какую-нибудь одежду похожую по ткани, да, на изображаемого. Вот, таким образом. А где сейчас находится этот портрет? Портрет у сына. У сына? Да. А Гужак-Нжири у вас? Большой портрет, который она нарисовала, она у меня. Но еще, Лена приезжала, ты в каком году приезжала? На Альхон, на Байкал? На Альхоне была дважды, это в 19-м, в 21-м. Ты же привезла мне портрет у Холунашку-то? В 21-м. В 21-м, да. Еще один портрет она нарисовала. Но фотографию она увидела в этой книге большой, которая там архивные, архивные данные. И, ну, понимаете, раньше вот эти, клей наш был силикатный, все, все фотографии отлетали. Но на какой-то, на каком-то бланке осталась маленькая фотография моего папы. И Лена увидела. Ну, а я историю всегда рассказываю, что, когда я была совсем малюсенькой, конечно, папа меня называл Холунашка мне, мышонок мой. И Лена, ну, опять, конечно, был для меня сюрприз. Она нарисовала портрет такой, папа обнимает девочку. Конечно, я в том возрасте не была, как та девочка, да. Она прижимается к папе. И она назвала Сембина Мунихолунашка. Лена. Сембина Мунихолунашка. Лена, вы пишете только портреты или еще что пишете? Нет, я пишу пейзажи в том числе. Вот сейчас я работаю над бурятской серией. Она основана не на реальных героях. Она основана, скорее, на внутреннем каком-то ощущении бурятии. Это в то же время и буддизм, и шаманизм, которые здесь тесно переплетаются. И вообще бурятия – это, на мой взгляд, удивительное место в России. Что еще притягивает вас с бурятий? Не знаю. Может быть, что-то из прошлого, какого-то неизвестного. Мне здесь хорошо. Мне нравится, как здесь все устроено. Мне нравится природа. Мне нравятся ощущения, которые появляются после, когда я прилетаю домой или приезжаю отсюда. У меня появляются новые силы и идеи на создание работы. Сейчас я занимаюсь прям такими большими работами, скажем так, а не метра по три. Сколько работ связано с бурятией вы сделали? Это уже сложно посчитать. Если с маленькими работами, я не могу точно сказать. А так, наверное, в районе 15. Барбузинский доцент. Барбузинский доцент, я из жене, она нарисовала. Потом Сагалов. Можно, да. А, точно, я забыла. Тигелова портрет еще такое делала. Там лепят бурятки, это Буза, она написала Сагалова. Но буряты у нее, конечно, такие скуластые, раскосые. И еще она, ты отправляла картину на какую-то выставку. А, да, это свадебное одеяло бурятское, да, традиция прочитала. Они все в национальных одеждах, она вот рисует. Просто она, сказать, из головы берет эти сюжеты. Вот это для меня, конечно, всегда удивительно. В каких уголках бурят еще побывали? Ну, вот мы ездили в Барбузинскую долину, тогда, когда в Ярик-то зимой, это было, да, впечатляюще, потому что было очень холодно, но в то же время радостно, да. То есть наша петербургская зима, это очень грустно, честно говоря. У нас темно, сыро, вот, а тут радостно. И особенное тепло было, конечно, от местных жителей, когда нам показали вот этот музей, который сделан собственноручно. Вот, и с таким трепетером и восторгом нас принимали с Мадагмой Гуржаповной. Дацан, вот этот богиня Инжимы, в который мы сходили. Потом лик богини Инжимы мы посмотрели. Вот эта тишина, которая была в снежном лесу, горы, ну, это не может оставить равнодушным. Конечно, это все потом трансформируется, да, и находит какие-то новые сюжеты. На Байкаль полывали? На Байкале я была, да. Отдыхали? Да, да, вот я ездила несколько раз с пленером туда, да, это вот Иркутская галерея Диас организовывая, мы писали на Альхоне. Конечно, да, это же, по сути, исторически, это тоже территория Бурятии, да, то есть там Бурятия проживали. Поэтому, ну, на мой взгляд, нет какой-то такой вот большой разницы, что это Иркутская страна или Бурятия. Вот, в том числе, да, там, есть то же самое ощущение вот этой мощной природы и гармонии жизни человека в этой природе. Каким для вас был отец немножко посла, ну, по воспоминаниям, например? Да, вот, конечно, это в основном из маминых рассказов, потому что у меня три года было. Но я всегда ощущала и до сих пор я ощущаю папину любовь к себе. Видимо, я была такая маленькая, он меня очень сильно жалел. И, видимо, вот это как-то все у меня в душе осталось. Почему я всегда езжу, ищу материалы, фотографии. И так удивительно получается, что каждая моя поездка, я встречаю каких-то людей, которые, ну, вот едем мы на поезде, да, и тут мне звонит сын, говорит, мама, там молодой человек, Лев Матвеев, увидел меня в интернете, что я внук Гуржа Пачерова. И говорит, у меня есть список литературы, а я говорю, где, как. Представляете, вот такой список отправил. Он отправил моему сыну, сын, конечно, меня переправил. И оказалось, что... А я говорю, а где эти книги-то? Он говорит, в Ленинской библиотеке. Представляете, Ленинская библиотека – это два шага от нашего Кремля, сердца нашей родины Москвы, на Экиманке. Я там неделю сидела, я эти книги выбрала по списку. И там в каждой книге... Ну, конечно, мы ее как читаем. Если каждую страницу долго, это как Ленин по Деганале читал. Быстро так листаешь. Раз, знакомы фамилии Апритов, Соколов, которые с папой служили в этом бригаде партизанской. Каледа. Сразу вот это меня зацепляет из всей массы, да, вот кипа таких книг. Потом еще было очень много воспоминаний партизанов. Они писали о Гуржапе, о Чирове, которые мы не знали. Но, к сожалению, мамы моей давно нету, конечно. Она не знала, что эти книги есть в Ленинской библиотеке. И мои братья и сестры тоже их нет давно. К сожалению, они не ездили туда. Не знаю почему. И еще вот этот молодой человек, Лев Матвеев, он сказал, что в РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, там есть материалы. И там просто тоже удивительный этот архив. Все материалы находятся на кассетах, как диафильмы, на пленках. И они вот в таких баночках, в этих, в алюминиевых, вот такой величины, полностью там это, как в фильме. И, ну, конечно, это старый архив. Ее крутишь, как диафильм, руками вставляешь пленку, и крутишь там, что только можно не знать. Ну, я, конечно, могла бы там сидеть, не знаю, месяцами, наверное, да. Там очень много всего. Прямо все это сфотографировано. Это такая кропотливая работа, конечно, этих людей, которые в архиве работают. И то, что я находила, увидела личное дело Ачирова, просто я там чуть не выпрыгнула из этого кресла, да. Представляете, в РГАСПИ найти, написано про личное дело моего папы, и отчеты его сфотографированы, его почерком. Он пишет, как они двигались, куда, как, что. Это такого дорогого для меня стоило, конечно. И вот до сих пор я нахожусь в поиске, но сейчас, конечно, ввиду заболевания, я уже давно не езжу никуда, но все равно у меня в планах есть. Я еще буду ездить, еще буду искать материалы. Мне очень дорого это. Лена, какие у вас планы на будущее, ближайшее? На ближайшее будущее? Проехать дальше по России до Петербурга. Да, это прямо самое ближайшее, вот, с заездом на Ольхон. Ну, а так, конечно, мне бы очень хотелось возвращаться сюда, снова приезжать, вот, вдохновляться пейзажами. А вы знаете, можно я скажу, вот, в этом году на 9 мая поставили мемориальную доску, открыли в Ярик-то. Там написано, здесь родился и жил Гуржа Почиров. И так получилось, что они приехали ко мне, спрашивают, какой портрет можно там. Поговорили, все обсудили, уехали. И именно в этот день звонит мне Лена. Она в такое время звонит, потому что у нас же разница во время с Петербургом. Иногда я хочу позвонить, думаю, она, наверное, еще спит. Или она мне хочет звонить, думаю, наверное, я уже сплю. И тут она, представляете, она звонит, говорит, я говорю, Лена, только что были, говорю, с Ярик-то приезжали представители, они вообще хотели барельеф сделать, но у них сейчас немножко денег не хватило. Лена мне говорит, а я этот барельеф уже давно начала делать. Ну, это что за связь какая-то, да? Какая-то связь идет с ней. Я им звоню, вы знаете, говорю, вы только за порог, и тут же Лена звонит. Оказывается, она уже начала лепить этот барельеф. Гуржа Почирова. Какая-то связь такая у нас. Итак, дорогие гости, на этом наша программа подошла к концу. Хотелось бы поблагодарить вас, что пришли к нам. Итак, дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была замечательная художница Елена Граф и дочь легендарного командира партизанского отряда на Смоленщине Гужапа Ачирова Мадгима Ачирова. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok